артем александрович сазыкин искусство манипулировать людьми эриксоновский гипноз на практике психологический практикум феникс аннотация сам учитель по одному из самых мощных средств изменения человеческой психики эриксоновскому гипнозу здесь раскрываются секреты того как добиваться желаемого других людей изменять себя и окружающих устанавливать доверие внушать управлять и помогать книга написана простым и понятным языком адресована психологом психотерапевтом руководителем преподавателем журналистом бизнесменом пиар-специалистом менеджером работникам спецслужб адвокатом а также всем тем кто хочет стать более успешным самых разных областях жизни введение каждый раз когда я возьму вас за запястье легонько подниму вашу руку это будет для вас сигналом что-то выполнить скажем двинуть другой рукой или наклонить голову или уснуть покрепче это не важно но каждый раз получив такой сигнал вы будете готовы выполнить задание милтон эриксон наша жизнь это постоянные манипуляции мы сталкиваемся с ними повсеместно на работе на улице в семье в кругу знакомых как противостоять им а может вас интересует как самим оказывать воздействие на людей этим добиваться поставленных целей большинство людей хотят быть успешными в разных областях жизни а успех во многом складывается благодаря тому какие отношения мы выстраиваем в обществе уметь убеждать других своей правоте незаметно навязывать свое мнение защищаться от чужого влияния вот лишь некоторые навыки которым вы обучитесь в результате овладения гипнозом за долгие годы своего существования он оброс множеством мифов и легенд кто-то не верит в него а кто-то при одном его упоминании впадает в ступор многие считают гипноз чем-то сверхъестественным и опасным они боятся оказаться под его влиянием возможно вам приходилось слышать как некоторые люди говорят что они гипнозу не поддаются когда речь заходит о нем это всего лишь наивные предположения и жалкая попытка убедить себя в этом хотя раньше и считалось что не все поддаются гипнозу сейчас в наше время с уверенностью можно сказать что это не так с помощью этой книги вы познакомитесь и самое главное научитесь использовать новый и более совершенный вид гипноза эриксоновский гипноз то о чем пойдет речь в этой книге является мощным оружием и от того с какой целью она будет применено зависит очень многое я решил написать эту книгу исходя из добрых побуждений но весь вопрос в том кому она попадет в руки эта книга будет интересна и полезна психологом психотерапевтом менеджером различных звеньев преподавателям работникам спецслужб переговорщиком пиар-специалистам журналистам адвокатам и всем тем кто хочет добиться успеха в жизни я попытался написать эту книгу доступно и информативно все гипнотические техники присутствующие здесь испробованы на практике я могу заверить вас что они работают моя задача заключалась в том чтобы дать как можно больше проверенной и точной информации и как можно меньше воды которые буквально вытекает из большинства книг по гипнозу нлп и психологии в целом среди психологов бытует такое странное довольно трусливое мнение о том что психолог не должен что-либо советовать клиенту зачастую те кто так говорит боятся ответственности за свою работу это можно сравнить с тем случаем когда к доктору приходит больной с температурой и просит помочь а врач говорит ему вы конечно можете выпить жаропонижающие средства или успокоительные но может быть вам надо что-то еще спросите на форуме в интернете поверьте со стороны это выглядит примерно так запомните если вы решили познать психологию людей овладе гипнозом вы автоматически берете на себя ответственность я думаю тот факт что вы решили изучать гипноз говорит о вас как о человеке который знает что ему нужно и готов что-то для этого делать а следовательно эта книга для вас глава 1 что такое эриксоновский гипноз и в каких областях он применяется для начала давайте определим что такое эриксоновский гипноз и как он появился изначально эриксоновский гипноз был новым видом гипно и психотерапии который приобрел свою известность в 80-х годах 20 века в сша своим названием он обязан психотерапевту доктору медицины милтону эриксону 1901 1980 милтон эриксон был из трудолюбивой небогатой семьи и все свое детство провел на родительской ферме в 17 лет он перенес полиомиелит и перестал ходить но смог сам вылечиться по разработанной им системе он начал развивать себе навык наблюдателя стал обращать внимание на поведение своих близких на то как отличаются вербальные сигналы человека от невербальных он пытался заново научиться ходить после того как видел как этому учится его младшая сестра эриксон совершил то во что отказывались верить врачи силой мысли он заставил свое тело двигаться а так уже в довольно зрелом возрасте он снова перенес полиомиелит от которого уже не смог выздороветь полностью и последние годы был прикован к инвалидному креслу у эриксона полностью отсутствовал музыкальный слух он абсолютно не мог различать звуки по высоте но несмотря на это он научился мастерски владеть своим голосом который стал его верным инструментом при работе с пациентами кроме того эриксон не мог различать цвета за исключением пурпурного но это он сумел использовать для себя в экспериментах по гипнозу один из таких опытов он описал в своей статье гипнотическое внушение цветовых галлюцинаций с последующими псевдо негативными последовательными образами у испытуемых в состоянии транса смотрящих на белый лист бумаги вызывали цветные галлюцинации затем им показывался абсолютно другой белый лист на котором испытуемые видели последовательный образ еще одного цвета листы бумаги держал сам эриксон который не мог представить себе цвета ни в трансе не в обычном состоянии и соответственно никак не мог повлиять на ход эксперимента пример этого замечательного человека имевшего серьезные проблемы со здоровьем говорит о том что любой человек может достигнуть успеха в жизни главное найти себя в определенной области 1936 году милтон эриксон написал статью в которой изложил результаты своего эксперимента с тестом словесных ассоциаций сути эксперимента состояла в том что человек бессознательно дает ассоциативную связь на стимульное слово любое слово которое дает психолог теми словами которые описывают его проблемы например на стимульное слово живот испытуемая дала такие слова большое беспокойство младенец боятся операция болезнь забыто это была информация о ее нежелательной беременности которая она не помнила используя обратную логику эриксон понял что психотерапевт мог бы обратить весь процесс и послать замаскированные сообщения клиенту в виде рассказа именно тогда у него возникла идея создания особого языка гипноза с помощью которого внушение проводится мягко без насилия минуя сознание пациента составляющими этого гипнотического языка являются поэтичность образность разнообразность подаваемой информации для сознания подсознания уважение желаний клиент эриксон проводил огромное количество экспериментов с гипнозом многие свои опыты он описал в работе стратегии психотерапии красочность зрелищности результативность его работы могла бы поразить кого угодно в этой книге вы сможете найти множество интересных техник использованных им в работе и применить их в любой интересной для вас сфере жизни всю свою жизнь доктор эриксон практиковал состояние транса которые позже в его честь назвали эриксоновским гипнозом работы этого человека были оценены учеными разных стран и в настоящее время эти идеи и методы начинают доминировать в современной психотерапии эриксоновский гипноз открывает широчайшие возможности психотерапевтической медицине обычные психологические техники повышает свою эффективность во много раз если они проведены в состоянии транса это становится возможным потому что в таком состоянии отсутствует контролирующая роль сознания основываясь на этом появляется возможность работать психосоматическими расстройствами такими как заикание импотенция нурез недержание мочи аллергии мигрень сердечной аритмии многими другими заболеваниями с которыми в нормальном состоянии сознания человек зачастую просто не в силах справиться состояние транса дают возможность выборочно работать со здоровыми слоями психики не затрагивая поврежденные